Сегодня мы научимся готовить толстые и тонкие роллы. В большой кастрюле нагреваем воду до кипения, добавляем соль. Выкладываем в кастрюлю рис и накрываем крышкой. Варим рис под крышкой сначала на среднем огне, затем убавляем огонь и варим до полного впитывания воды. Оставляем рис под крышкой еще на 5-15 минут. Затем даем рису остыть, чтобы его можно было брать в руки. Нарезаем огурец длинной соломкой. Нарезаем соломкой перчик. Спелое авокадо очищаем от кожуры. Удобно делать это с помощью ножа. Для этого поддеваем ножом кожуру и легко снимаем ее руками. Разрезаем авокадо вдоль и вынимаем косточку. Нарезаем авокадо соломкой. Выкладываем на циновку лист нори гладкой стороной вниз. Выкладываем сверху рис и равномерно распределяем по листу нори. Слой риса должен быть тонким. Кстати, рис можно смочить рисовым уксусом. Но это не обязательно. Я не смачиваю. Поскольку мой ребенок любит есть роллы без рисового уксуса. На нижней стороне листа оставляем полоску, свободную от риса. Она понадобится для заклеивания ролла. Выкладываем полоски перца, огурца и авокадо на небольшом расстоянии от верхнего края листа с рисом. Теперь берем верхний край циновки или самого листа нори. И аккуратно заворачиваем внутрь. При этом обжимаем рис и начинку для лучшего склеивания. Традиционно роллы заворачивают и обжимают именно с помощью циновки, на которой располагается лист. Но вообще-то можно заворачивать роллы руками, без помощи циновки. Принципиальной разницы не будет. Получается такая вот плотная колбаска. Свободная от риса граница листа нори плотно склеивается с основной частью. Получается почти незаметный шов. Вопреки многим советам, для склеивания этого шва не требуется смачивать лист. Теперь мы нарезаем нашу колбаску острым ножом на кусочки. Примерно одинаковой величины. Размер кусочков получается примерно 1,5-2 см. Выходят толстые роллы. На срезе они похожи на улитку. Вот такие роллы получились. Тонкие роллы готовятся похожим способом. Но для них сначала складываем лист нори пополам. И разрезаем его на две одинаковые части. Все дальнейшие действия будут такие же, как для приготовления толстых роллов. Только завернуть тонкие роллы немножко сложнее. Для этого потребуется сноровка. Просто попрактикуйтесь немного и у вас все получится. Помните, что слой риса должен быть обязательно тонким. Иначе будет сложно завернуть роллы. Субтитры сделал DimaTorzok Готовые роллы мы подаем соевым соусом. Если, конечно, к тому времени их не успеют растащить домочадцы. У меня очень любят все утаскивать роллы еще до их сервировки. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok